Приветствую всех уважаемых зрителей и подписчиков моего канала и клиентов. Благодарю всех вас, благодарю моих клиентов за то, что вы в личных раскладах, когда обращаетесь ко мне лично, задаете очень правильные и верные вопросы. Вопрос, который мы рассматриваем сегодня тоже, у меня плавно вытек из работы с клиентом. Замечательный вопрос. Какие качества мои во мне мешают мне построению отношений с другими людьми? Мы очень часто спрашиваем, что в том человеке не так, что с ним не так. Смотрите, тускубков на дне колоды. Вау, как здорово! Да, сегодня речь пойдет о любви. Вообще об эмоциях, кстати. Можно даже сразу сказать, что какие-то эмоции, возможно, вам мешают, но мы сейчас, да, эмоции разрушают отношения. Но мы сейчас, конечно, будем еще готовить колоду. Тускубков на дне говорит о любви. Но этот отказ подойдет вам в любом случае, даже если у вас какие-то трудности в отношениях, не только любовных, например, на работе, с детьми, с родителями, с соседями, с коллегами, с начальником. То есть, скорее всего, какие-то свои черты характера вы можете сразу во все типы отношений переносить. И именно они, к сожалению, могут вам мешать. Итак, подумайте сейчас о себе. Не думайте о себе плохо ни в коем случае. Ни в коем случае. Поверьте, те недостатки, которые мы сейчас выявим, мы превратим в изюминки. Я вас уверяю, я еще тот кулинар. Сделаем сейчас из вас кексик. Даже если кто-то говорит, что вы какой-то не такой, что вы жидкий, как тесто, или засохший, как изюм, мы сейчас сделаем замечательный кекс. Думайте о себе, ребята. И мы будем смотреть, какие качества вас мешают вам построить гармоничные отношения. Вы можете сейчас подумать о конкретных отношениях, либо в целом. Будет три варианта. Вы даже можете загадать три варианта отношений. Например, работа, любовь, дети. Свечка стрельнула. Ну, любовь, конечно, большинство любовь. Свечка мне уже дает знать. Ну что, да, свечка трещит. Кстати, у меня лежит пион засушенный. На гармонизацию именно любовных отношений, сердечной чакры. Зеленая, розовая. Мы сейчас исцеляем любовную чакру. Так, а что у нас со свечой? У нас слышно? Подождите, что со свечой? Ну вот, пошел расклад, знаете, не так намечала, а по сообщению от свечи. Вам скоро будет какое-то сообщение, и только что с этим дымом мы убрали негатив из вашего сознания. Свеча даже погасла, ребята. Это просто какие-то драконы у вас в голове. Неожиданно для меня, я вам скажу, конечно, такое происшествие. Какие-то мысли, какие-то чувства. Сейчас даже у нас будет маленькая отливочка, получается. Смотрите, вам скоро придется сообщение по фортуне. Прилетит, скорее всего, на какой-то мессенджер, так как мы здесь видим, авку. Солнышко, колесо фортуны от человека, который поборол своих демонов. От человека, который поборол своих демонов. Он долго сомневался, он долго ковырялся, скажу это так в своем сознании. Видите, солнце, луна у нас вышли. Вам скоро будет сообщение от человека. Наверное, вы его знаете. Все-таки вы, наверное, хотели узнать еще и о человеке, что мешает. Ему мешают внутренние демоны. Если вы спрашиваете, что этому человеку мешает с вами общаться счастливо, по фортуне, по солнышку, празднично, счастливо, радостно. Во-первых, перетягивание каната с вами. Во-вторых, видите, его внутренние демоны, он их поборол. То есть человек, которым вы думали, поборол своих внутренних демонов. Да, они у него были. Но давайте посмотрим, какие же внутренние демоны были у вас. Я думаю, что о том человеке, который вы спрашивали, вы поняли. Он скоро вам напишет, в связи с тем, что поборол своих внутренних демонов. Какие же недостатки у вас? Какие же ваши внутренние демоны? Вы императрица. И верховная жрица. Во-первых, у вас может быть фантазийность болезненная. Вы можете о плохом думать. Все-таки это луна. Знаете, я тоже ее здесь оставлю, потому что верховная жрица и луна. Вот он король мечей, этот же паш мечей. Солнце. Он солнце. Вы императрица, луна, верховная жрица. Он солнце и фортуна. Смотрите. Во-первых, вы императрица. То есть, в принципе, начинаем там мы с чего? Ну, вообще-то, у императрицы какие могут быть недостатки, да? Если у нее есть недостатки какие-то, то это сразу автоматически законом устанавливается как достоинство. Закон постановил, что это правильно, что теперь такой недостаток – это достоинство. Понимаете, о чем здесь речь? То есть, в общем-то, вы уже тут вполне себе кексик готовый. То есть, вы законодательница мод. Вот. Например, даже если у вас есть какой-то недостаток, то люди его перенимают. Понимаете, что происходит? И это становится достоинством. Ну, банальный пример. Не знаю, вы, например, носите очки, да? И все начинают носить очки. Вы, не знаю, у вас седина появилась в волосах. Все себе покрасили волосы в седой. То есть, это абсолютно, ну, про императрицу. Какие недостатки императрицы? Однако, они есть у вас по семерке кубков. А еще у вас есть тайна. Но давайте сначала все-таки об этих изюмоках. Их семь. Может быть, у вас семь. По каждой даже из планет. У вас есть какие-то иллюзии. Вообще, иллюзии относительно жизни. Знаете, расклад очень тяжело читать. Потому что, вообще-то, все наша жизнь иллюзия. Все наша жизнь майя. Что я здесь вижу? Я здесь вижу богиню, которая сотворила свой мир. Семь планет по семерке кубков идет. Сотворила свой мир и сказала, как я сделала, так и хорошо. Но, объективно, для кого-то ваше хорошо, это не хорошо. Например, для этого же самого мальчика, о котором вы думали. Вот, король мечей. Это одна и та же персона. Вот он мечевой у вас. Как бы вам это объяснить? Как это трудно? Вы создали свой монастырь. Кто-то к вам с чужим уставом. Вы создали свой мир. Вы создали свою организацию. Или создали. Вот, да. То есть, вы, не знаю, сделали ремонт. Так, как вы любите. Так, как вам нравится. Тут кто-то приходит и говорит, какого-то у тебя стены цвета детской неожиданности. Вы сидите, что? И вы просто готовы убить, да? За это. Я этот цвет подбирала. Всю свою жизнь о нём мечтала. Я создавала. Я работала. Зарабатывала на этот ремонт. И начинает зарыта-та-та-та-та-та-та-та. Понимаете, вот это вот императрица. Не смейте трогать моё достоинство, говорит императрица. Не смейте трогать моё. Я это выстрадала. Я это выплакала. Я это заработала. Я это заработала. То есть, я могу так сказать, что здесь девушка создала свой мир. Всё-таки у нас вышла императрица, хотя и король мечей. Может быть, мужчины, которые меня сейчас слушают, слышат о своей женщине. Настоящие или будущие мальчики, учитывайте, будущие. Или вы себя тоже узнаёте в описании императрицы мужчины. Но, скорее всего, у мужчины, скорее всего, есть девять каких-то установок в голове. Девять драконов в голове, которые он успешно поборол. Мужчина эгоистичен по солнцу и слишком переменчен по колесу фортуны. Он может быть перекатеполем. Это его недостаток. Он может быть слишком ветреным. Близнецы, водолей. Не обязательно. Но вот у нас выше эти карты. Например, у него Марс в близнецах или в водолее. Не обязательно, что солнышко или Венера или Луна. А Марс запросто в близнецах или в водолее. То есть у мужчины здесь драконы, тараканы в голове. У женщины в сердце. И здесь у неё химеры, примары, замки из песка. У неё здесь картины её нарисованы. И вот она себе придумала и сказала, что так это и есть. Хотя это не факт. Она себе придумала нечто в сердце. Положила в кубок сердечный. А здесь у мужчины в голове, возможно, даже не свои придумки. Не свои, чужие, родовые. Здесь у мужчины страхи, фобии, установки из детства, травмы детства. У женщины же я не вижу каких-то особо... Как бы вам это сказать? Женщина скорее надумала и напридумывала. Сама она создательница, она творец. А мужчина у кого-то взял эти мысли, они даже не его. То есть у мужчины здесь чужие, подсаженные лярвы, драконы и так далее. Чёртики в голове. А вот женщина, она родила всё это. Понимаете? Вот это её мир. Мир — это большая иллюзия. Любовь — это самая большая иллюзия. Наш мир и есть любовь. Наш мир — это майя, лила, игра бога. Игра богини здесь идёт. То есть здесь женщина создала свои ноты. Семь нот, да, семь кубков. Семь чувств, семь нот, семь цветов радуги она создала. Она создала семь планет. Здесь женщина создала свою империю. Поэтому как это назвать недостатком? Ну, как? Мне трудно это назвать недостатком. Но вот что интереснее даже, что в Верховной Жрице у женщины есть какая-то очень большая тайна. Это тайна её материнского рода, возможно. Это тайна её души, прошлых перевоплощений. Она знает сама очень много тайн, но, возможно, какую-то тайну большую о себе женщина и не знает. Здесь такое чувство, что женщина создала огромную Вселенную и вдруг, вмиг узнала, что кроме её Вселенной есть ещё другая Вселенная. Вот здесь чувство, что женщина одна. Она как будто бы родилась в пространстве космоса, пустом, чёрном, хаотичном. Создала из звука ОМ всю Вселенную и думала, что она одна во Вселенной. И тут вдруг появляется некто, которого она вообще не знала, не звала, который говорит, ты знаешь, есть ещё другой вариант жизни. Твой мир не один, например, да? Я тебе открою тайну. Есть другие люди, есть разные люди, есть разные миры, разные Вселенные, разные галактики. Вот здесь что могло пройти. Что же за тайна у женщины? Да, как раз тайна и заключается в том, что у её в пространство вторглись. В её пространство вторглись энергии, которых она, скажу так, вообще не знала, не нюхала, не ведала, что такое вообще бывает. Женщина здесь земля и вода. В её пространство вторгся воздух и огонь. Воинственная энергия, война. Такое чувство, что кто-то в райский сад вторгся, её и разрушил. Ну, это, я думаю, что вот речь идёт о короле мечевом, а не выше нас парой. Женщина как будто бы вдруг узнала, что существует другая реальность и не может её принять. То есть у неё тут случился такой вот когнитивный диссонанс. Женщина не может поверить, не может поверить. Это как будто бы, знаете, человек, который всю жизнь плохо видел, и вдруг ему надели очки, и он не может поверить, что мир такой. Здесь по иллюзии, по семёрке кубков, может быть, плохое зрение у кого-то. Реально, да. Но у вас тут может быть семь каких-то иллюзий. Одна из. Вот по каждой из планет, по каждой из планет вы можете какую-то иллюзию прокачивать. Например, по планете... Какой пример привести? По Сатурну, например, да? Может быть, какая-то иллюзия, что только честные люди добиваются высот. Какая-нибудь такая позитивная, розовая иллюзия. Здесь розовые очки. Я не вижу здесь чёрных очков. Вот оно в чём дело. Ну, давайте тогда подробнее разбирать. Вот так уже карты падают. Высший суд. Смотрите, какой высший суд. Сейчас, ребята, кому-то, конечно, будет конкретный высший суд. Вы такого не ожидали. Приготовьтесь. Итак, давайте же смотреть, какие... Давайте посмотрим всё-таки про этого человека. Вы всё-таки про него думали. У вас пойдёт тоже сейчас речь вообще, ну, в принципе, что мешает с людьми общаться. Так, а я всё-таки не посмотрела... Не досмотрела, точнее, верховную жрицу. Осталось чувство, что что-то ещё родовое. Какая родовая тайна здесь у женщины, скажу, да? Опять свечка трещит. Смотрите на эту карту. Точно, что родовая... Родовая, которая передаётся... Ну, вот, обережливость. Знаете, что здесь даже вот идёт? Здесь может быть такое, например, что девочку растили, как розочку в колпачке. Никуда не выводили, не показывали, например, жили в каком-то хорошем районе люди, в плохие районы не ходили. То есть девочку ей оберегали, оберегал род материнский от всего плохого. Скрывали от неё, что есть плохие люди, что есть жестокие. Девочка не видела жести. Сразу вам скажу. Когда она увидела жесть, она не поверила, что она есть. Но тут реально, да? То есть её оберегали, её скрывали, её закрывали и не показывали реальный мир. То есть можно сказать девушке, что тут, к сожалению, либо к счастью, вы оторваны от реальности. И вы витаете в облаках. Это недостаток, который мешает вам построить отношения, в частности, и с этим пажиком, королём который, он станет королём. Тоже. Видите, он сокол, а вы лебедь. Вот, например, да? Опять туз кубков на дне. Видели, я колоду карт тасовала? Ребята, ну, любовь у вас с ним. Девочки, мальчики, кто смотрит. У вас же любовь к этой императрице. Посмотрите, вот он хищник. Он хищная птица. Он, возможно, холодный, жестокий, расчётливый. А вы, посмотрите, лебедь с утятами. Ой, с лебедятами с утятами. Ну, посмотрите. Как, да? То есть, вам нужно сокол и лебёдушка нужно вместе вам ужиться. Ну, у вас очень разные миры. Ну, у вас любовь однозначно. Опять башня. Разрыв у вас не был. А сильно тянет, потому что вы парочка. Смотрите, что выходит, что вы с ним пара. У вас сейчас разрыв, но любовь никуда не денется. Сильная любовь у вас. Сильная любовь у вас. Вы пара. У вас любовь настоящая, сильная. Был разрыв. Будет обновление. Сейчас давайте проверим. Будет новое начало в этой любви. Девушки, у вас будет выбор. Вы будете думать. У вас появится ещё один мужчина. Да, он будет финансовый. Не воздушный, а пентакливый. Точно король. Посмотрите, какие карты вышли. Рыцарь пентакли, паш пентакли, король пентакли. Девушки, у вас появится не мечевой, а пентакливый. Не знаю, смотрите, кого вы выберете. Кого вы выберете. Мечевого. Посмотрите на эту карту. Мечевого своего любимого обманщика. Мечевого. Я не знаю, что вам сказать. Можик с деньгами. Почему вы его выбираете, этого вашего хитруна? Потому что влюблены, поражены в самое сердце. Карта называется «Стрелы любви», потому что он взорвал вашу вселенную. Потому что он вас вывел из иллюзий. Потому что он вас вытащил. Он вам, знаете, как будто нападение совершил. Знаете, как будто вы жили под куполом, под защитным куполом. Он купол пробил. Стрелы любви влюбил. О, еще как пробил. Посмотрите на эту карту. Он просто вашу жизнь разрушил. Почему вы его выбираете? Потому что он дает вам путь в работу над собой. Вам тут уже работать над собой не было смысла. Девочки, вы достигли максимума. Вы стали императрицей. Вы создали свой мир. Пришел мальчик, ваш мир разрушил. Знаете, в чем плюс? Построите новый мир. Будет конкуренция у него. Но он так вам ничего. И вот он. Может кто-то узнает даже своего. Посмотрите на него. Похож на вашего. Вернется из плена вас вытаскивать. Интересно, кто же вас в этот плен посадил? Ну, он же и посадил. А знаете, нет, это было божественное проведение. Его руками Бог, зачем Бог это делал? Во-первых, через это, через вас он возрастает. Да, по справедливости. Смотрите, вы явились даром, данным ему, чтобы он вырос. Он, мечевой паш, через вас становится рыцарем мечевым и по итогу королем мечевым. Этот мужчина, если вы, например, страдаете, и он страдает, точно знаете, по справедливости столько же, сколько он вам причинил, более столько же. И вы ему, хотя, не хотя, а хотели, не хотели, здесь проведение, здесь юстиция, здесь вы оба погорели, вот мир. У вас задача создать новую вселенную. Не знаю, кто он же расклад повел, конечно, но у вас создание новой вселенной, объединенной. Да, у вас не может быть общий дом, семья с этим человеком. Смотрите, что получается. Получается, что с этим мужчиной вы можете создать совершенно новый мир, объединяющий, видите, красные нити соединяют два, да, две части. Не могу близко показывать, потому что могут заблокировать. Вот вы как бы склеитесь и создадите новую идеальную вселенную. Сокол и лебедь все-таки сойдутся. Вот у вас может быть, смотрите, семья, две карты семьи. Да, в вас действительно с ним может быть новое начало. Давайте все-таки посмотрим, уже почти вся колода, давайте посмотрим, что за демоны в его голове. Думаю, вам интересно знать, что за демоны в голове. У него там их девять. А незрелость чувств. Он не знает, что такое чувство, эмоции, не умеет выражать. Дважды незрелость, он еще ребенок по факту. Детскость, ребячливость у него, это тоже его демон в голове. Далее, он очень воинственный. Следующее, четвертое, он на перекрестке часто стоит двух дорог, не знает, что выбрать. Пятое, часто закрывается от вас. Шестое, недостаточно у него еще денежек своих. Седьмое, ну опять закрытие, опять закрытие, опять уход в себя, опять уход в себя. Интроверт здесь человек. Кто-то ему еще дает деньги или он кому-то дает деньги, он материально зависим от какой-то мечевой королевы. Это может быть либо его бывшая жена, он ей должен, либо она ему, или это мама, он ей дает деньги, либо она ему дает деньги. Тут может быть очень разная история. Да, меч имеет власть. Женщина какая-то есть, которая имеет власть, она у него отдельным драконом выходит. Почему она у него дракон? Да, здесь идет история вообще семьи. Скорее всего, мама холодная, а отец, например, мог быть даже пьющим. А этот же ребенок, он вообще жезловый, сам по себе тут показался. тройка кубков, так сказать, любовный треугольник, мама, папа и ребенок. Ну хорошо, давайте ваши семь иллюзий еще разок. Ну вот вы сама королева кубков, то есть в принципе это ваша иллюзия, вашей сверхэмоциональности кроется. Иногда вы очень отчаиваетесь, ложитесь просто, или не знаю, не ложитесь, остановите землю, я сойду просто сразу. Пожалуйста, меня да, в отставку, в общем, сами себя отправляете. А далее вы слишком много мечтаете. Ну вот смотрите, вот семь кубков, дама кубков, девятка кубков, вы слишком много витаете в облаках. Маг, да, действительно, вы иногда создаете реальность и забываете о том, что другие люди, во-первых, тоже создают и можете навязывать другим людям свою реальность. Вы экспансивные довольно-таки, это и по колеснице видно. Вы создаете черное и белое и вы должны помнить, что то, что для вас белое, для кого-то черное. Также у вас есть такой пунктик, что вы интроверт, в общем-то, как и он, отшельник, постоянно ищите знаний. Вечный поиск знаний у вас идет. Вечный поиск знаний. Смотрите, вы ищите этот философский камень, по всей видимости. Девочки, у вас есть какая-то иллюзия, вы хотите, ну не знаю, создать супер-мега-вселенную. Что вы здесь хотите такое сделать? Философский камень найти. Утопия какая-то, утопия. Вы здесь очень мыслитель. Вы здесь мыслитель, аж слезы наворачиваются. Слезы наворачиваются. Вы хотите мир улучшить, девочки. Слезы наворачиваются, не могу говорить. Да, магически хотите мир улучшить. Жаль вам, жаль. Победитель лица вы, конечно. Ну, смотрите, вы миротворец, мироносец, пришедший на землю, лучше в этот мир. Да, вы звезды, девочки, вы неземная. Вы неземная. Если вы спрашиваете, почему вам так тяжело жить, потому что вы сюда приехали, прилетели. Вы не здешняя. Вы не здешняя. Поэтому вы так боретесь, поэтому вам так трудно. Вы сюда пришли улучшать мир однозначно. Смотрите, вы мастер и земная богиня. Я не знаю, что вам тут еще сказать. Так, а тот человек, о котором вы думали? Он ваша родственная душа. У вас с ним мы могли уже не одну жизнь с ним прожить. В этой жизни вы могли его ждать либо ждете. Да, уже восемь жизней прожили, сейчас его ждете, вас с ним связала судьба. Ну, что сказать? Тут кармическая история. Выходит, что он вам скоро напишет, этот человек. Ваш судьбоносный звание, он сейчас думаете. Я думаю, что вы понимаете, что ваша иллюзорность мешает во всех отношениях, не только с этим человеком. Давайте посмотрим, что этот человек вам вскоре напишет. Может сказать, что точно, что напишет. вот смотрите, видите, весточка того самого орла, вашего сокола прилетит, напишет, что любит вас, ну, какое-то любовное сообщение, что вы пара напишет. Да. А может написать, что хочет с вами стабильного счастья, вот так это скажу, потому что здесь, конечно, вышла карта жены. Может быть, напишет вам, что я к тебе двигаюсь, двигаюсь, может быть, в прямом смысле, человек вам приедет, назначит свидание по двойке клубков. Может быть, в переносном значении, например, что я хочу строить с тобой отношения по тройке. Тройка жезлов это карта перспективы, да, то есть он что-то скажет такое, что я открываю дороги. Это может быть в прямом смысле я открываю дверь и выхожу к тебе, иду, либо еду. Может быть, в переносном смысле, что я даю добро, даю зеленый свет, третий, нашей, нашей любви. Может быть, и то, и другое, чем скажут, я приеду, потому что мне нужно тебе что-то очень важное сказать. Скажут, что вы с ним пара. Может быть, здесь и не будет признания в любви, может быть, но здесь теплая, нежная встреча точно будет вот такая, как на этой карте. Для кого-то, конечно, девочки, есть будет предложение руки и сердца по даме Пентаклиевой. Не для всех, конечно, но для кого-то, да. Для кого-то мужчина какой-то подарок подарит кому-то кольцо золотое, но для кого-то это просто предложение стабильных, вот стабильная пара, то, что я здесь вижу. Он скажет, что я буду главой, что я буду главным, то есть в любом случае он будет хотеть, чтобы было так, как он сказал. Ну и вот, да, десятка кубков, полное, совершенное счастье. Счастье по десятке кубков идет в семье, в группе, в коллективе. Это гражданский брак по десятке кубков часто идет, сожительство, гражданский брак. Ну, кого-то и официальный, кто хочет, да, но в любом случае он ваш главный мужчина, единственный, и вы его стабильная женщина, вы с ним пара. Так что вот так, девочки и мальчики, кто слушал, ну, пожалуйста, учтите тот момент, что вот те проблемы, которые я озвучивала, они вам мешают не только вот в этих отношениях, которые у нас вышли на первый план, они повсюду, да, особенно девочки у вас, вы создали свой мир, у меня девочки замечательные, у меня бизнес-вумен девочки, я вас прекрасно понимаю, вот у вас компания, у вас организация, у вас какое-то свое, малое дело, но, конечно, вы не хотите, чтобы кто-то в ваш монастырь со своим уставом, когда кто-то вам, например, говорит, что вы там неправильно, не знаю, обустроили сантехнику или что-нибудь в таком роде, ну, вы, конечно, в шоке, да, императрица в шоке, потому что, ну, это ее империя, или семья даже, если вы в семье императрицы, тоже кто-то пришел, говорит, что вы неправильно детей воспитываете, ну, это вы сразу в бешенстве, хотя, да, хотя, извините за такие крамольные слова, хотя, может быть, правда, ну, я дальше молчу, 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 я сама такая, мне когда-то кто-то пишет про мой ютуб, про мой звук, про мое видео, почему вы не показываете себя, я в бешенстве, я в бешенстве, потому что это мой мир, это моя жизнь, я что хочу, то и делаю, я создавала это сама, с нуля, без вложений, без никого, какое право вы имеете мне указывать, вот здесь девочки, похожие на мою энергию, но девочки, я себе тоже это говорю, ну, может быть, иногда стоит кого-нибудь послушать, кого-то мудрого, видите, карта отшелих одни, ну, конечно же, никакого-нибудь встречного, поперечного, ну, естественно, нет, но, да, если кто-то вам говорит, вы смотрите, что человек какой-то хороший и мудрый, может быть, попробуйте, может быть, попробуйте хотя бы допустить, что в этом мире существует не только то, что вы создали, а еще другие создатели понасоздавали, тут творцы еще, знаете, много чего пона вытворяли, пока вы сидели, созидали, знаете, тут люди такое повытворяли, что вы уже почти весь мир разрушили, девочки, мальчики, всех благодарю, всех люблю, обнимаю, будьте счастливы, любимы, заказывайте личные, второй раз в кладике свечка так шипит, кто-то к вам точно спешит, пусть вам пишут, звонят, пусть налаживаются, настраиваются на гармоничные ваши отношения, точно кто-то вам напишет, ведь как аватарочка идет в лесу фортуны, да будет так, так и есть, указала, как и стало, будьте счастливы, всех благ, всего доброго.